Субтитры создавал DimaTorzok В этот раз, я надеюсь, домашнее задание было достаточно интересным. Я слегка бескуражен тем, что никто не задавал вопросов по домашнему заданию. То ли оно слишком простое, то ли нет. Имейте в виду, что мы в прошлый раз остановились на рассмотрении всевозможных последовательностей, стандартных последовательностей в языке Python. Правда, я уже сказал в тот раз, что на самом деле, для того, чтобы быть последовательностью, Python совершенно не обязательно... Где тут у нас интернеты? Вот наши интернеты. Python совершенно не обязательно эти последовательности хранить. Как мы с вами видели, свойство быть последовательностью практически целиком, ну я бы сказал наполовину, да, сейчас сегодня объясню, почему наполовину, практически целиком зависит от наличия в... Скажем так, свойство быть индексированной последовательностью зависит от наличия метода GetItem в вашем объекте. Если в объекте метод бла-бла, GetItem, бла-бла есть, то он последовательность индексируемая, а если нету, то нет. То есть, вне зависимости от того, каким образом хранится или не хранится то, что вы получаете с помощью операции индексирования, этот метод вам его возвращает. Вот, например, список – это хранимая последовательность, допустим, кортеж – хранимая последовательность, а строка уже не очень, потому что элементом строки является не какой-то вот конкретный элемент в памяти, который мы храним, а специально изготовленная на этот случай строка единичного размера. Мы все это знаем. Из этого следует, что на самом деле, помимо последовательности хранимых, в Python могут быть последовательности еще и вычислимые. И мы даже одну такую последовательность напоследок в прошлый раз посмотрели на нее. Это рейндж. Рейндж – очень удобная штука. С помощью него из цикла фор, который и есть цикл проход последовательности, из цикла фор получается цикл со счетчиком нам привычный. И вообще, вот мы тут поглядели, не знаю, я, наверное, это показывал не только на практику, но еще где-то, но могу просто показать еще и здесь. Здесь, интересно, нету такого, а такого? А, бывает внутри, извините. Нет такого, ну поставь потом. Тогда запишу питончик. Рейндж еще хорош тем, что, будучи последовательностью, он хорошо проходим. Как это правильно сказать? Хорошо проходим по себе. Все, запутался в русских языках. Короче, по нему легко пройтись циклом. То есть, если мы пишем что-то типа А, Б, С равняется рейндж от 8 до 11, то мы ожидаем и получаем распаковку этой последовательности. Если мы пишем что-то типа L равняется лист от рейндж от 100, то мы внезапно получаем список, в который последовательно распакованы все элементы нашего рейнджа, то есть список на 100 элементов от 0 до 99 включить. Вот. Это что касаемо именно рейнджа. Но прежде чем поговорить об... А, да, еще один долг за прошлую лекцию. Я забыл рассказать про оператор дел, который занимается удалением элементов. Это просто такой тоже синтаксический сахар, но достаточно удобный. Когда вы говорите что-то типа L, дел, L, скажем, третье... Как-то шумно и там шумно, и везде шумно. Давайте друг другу не мешать. У нас сегодня повышенная вентиляция. Я ее перекрикиваю. Вот это все. Смотрите, я удалил третий элемент. Вот он удалился. Третий. Вот. Я могу удалить целый сегмент, целую секцию. Вот, видите? Такая вот вещь. Просто иногда бывает нужно с этим вашим списком работать не как со стеком, а прямо из его середины что-то такое удалять. Про вставку и удаление другим способом мы уже в прошлый раз смотрели. Это можно делать с помощью операции секционирования непосредственно. Вот про делит я не говорю. Прежде чем мы с вами начнем говорить про последовательности вычислимые, про так называемые итераторы, давайте сначала разберемся, как в питоне устроены функции. Вообще говоря, функции в питоне устроены до невозможного просто, и ничего мудренного в них нету, хотя некоторые пояснения мне все-таки дать придется. Вот. Значит, ну какая-нибудь функция от трех переменных. Нет, давайте не так сделаем. Давайте от двух переменных напишем что-то типа c равняется a умножить на 2 плюс b и return c. Я, конечно, мог написать здесь и просто return a умножить на 2 плюс b, никакого c не вводить. Это всего лишь пример того, что так же, как и в случае составных операторов цикла и условных, условного, тело функции является indented блок, является блоком со сдвигом, и, как это полагается в питоне, сдвиг является синтаксически важным элементом вашей программы, и его нужно соблюдать. Вот. Вот эта функция возвращает a умножить на 2 плюс b, а ничего она не возвращает, она вообще не работает. Все видят, да, почему она не работает? Ну, точнее, она почти не работает. Сейчас она не работает вообще. А сейчас она работает. О, тоже не работает. Во. Короче, ладно, сейчас напишем другую. К этой функции мы еще вернемся, точнее, к вот этой вот штуке, которая, вот к этой ошибке мы еще вернемся, когда будем говорить про пространство имен. Вот. А пока напишем работающую функцию. Ну, кстати, все, кому интересно, могут поразмыслить, почему эта функция синтаксически не верна. Ну, точнее, не синтаксически, почему при ее анализе возникает ошибка. Вот. Несмотря ни на что. А мы пока напишем нормальную. Вот. Совершенно замечательная функция, которая делает абсолютно бессмысленную работу. Смотрите. Она, ну, тупо вычисляет то, что написано. В ней есть оператор return, который возвращает возвращаемое значение. Оператор return функции, может быть, сколько угодно. До какого добрались, такой и выполнится, понятное дело. Все, в общем, как везде. Единственная принципиальная разница между функциями в питоне и функциями в большинстве других языках программирования состоит в том, что в той или иной степени в традиционных языках программирования функция воспроизводит математическое понятие функции. То есть, функция – это преобразование данных некоторого определенного типа по определенному алгоритму в данные некоторого другого определенного типа. В питоне про тип данных вообще речь не идет никак. Функция в питоне – это просто запись алгоритма. Пример. Как вы думаете, какой будет результат? Правильно. Значит, в данном случае мы… Нашей функцией приехали параметры типа str и те операции, которые она над ними производит, это были уже операции, как мы видели в прошлый раз, операции не просто какое-то умножение или какое-то сложение, а именно метод mool строковый и метод add тоже строковый. В результате, ну, понятно, значит, строка умножилась на два, потом к ней приклеилась еще одна строка, результат вернулся. может показаться вот из этого, что питон, ну, вроде как, не типизированный язык. Смотрите, мы взяли функцию, вызвали ее с параметра одного типа или с параметра другого типа. Это неправда, потому что, как мы опять-таки видели в прошлый раз, если вы попытаетесь применить к данным разного типа метод, ну, вроде так, вызвать метод одного объекта, который неприменим к объекту другого типа, то у вас возникнет ошибка, потому что мы не можем сложить строку с числом, то есть типизация в питоне строгая, но неявная, и, в частности, чего действительно в питоне нету, или, по крайней мере, в том варианте, в котором мы привыкли, это типизация имен. Вот. Забегая вперед, если мы успеем в этом семестре, скажу, что в питоне есть так называемые type hints, то есть вы можете дать программисту указание относительно того, какой бы вы хотели, чтобы он использовал типы данных, когда передает ваши функции. Но это не обязательно, и без дополнительных ухищрений не проверяется. В общем виде функция в питоне – это запись алгоритма и того факта, что наши объекты обладают свойством операции умножения на 2 и операции сложения, достаточно, чтобы эта функция вычислялась. Я, кажется, уже говорил про понятие duck typing в питоне, утильная типизация. Говорил – нет? Да. Вот это вот она в самом явном виде, да, неявная динамическая типизация. Вот. В питоне она строгая. Мы не можем смешивать объекты разного типа, к ним не будут применены соответствующие методы. Вообще говоря, использование неявной типизации вот настолько беспардонно, как я сейчас сделал, – это большая редкость. Понятное дело, что взять и использовать функцию, которую предполагалось сложение и умножение чисел в виде функции, в которой будет выполняться сложение и умножение строк, конечно же, никто так не делает. Но вот сам факт того, что если данная функция, данный алгоритм вычислим на данном типе данных, то значит эта функция применима к данному типу данных, это соображение очень важное для питона. Мы записали алгоритм, назвали его FAN, и этот алгоритм FAN применим к некоторым вариантам типов данных, вот в частности к строкам или к числам. Ну и, разумеется, к вещественным числам тоже. Вот. Такое дело. Значит, что у нас может быть интересного, что нам может быть интересного знать про функции? О да, пространство имен. Опять же, ничего нового вам рассказать не могу про пространство имен, потому что все это устроено примерно так же, как в большинстве языков программирования. Но все-таки показать, наверное, имеет смысл, ну, потому что имеет. Вот давайте мы определим некоторую функцию. В цвету же FUN. Вот A, B, C. Напишем здесь что-то типа C равняется A плюс B. E равняется 100500. Ну, хорошо, давайте все три определим. FG. 42, 3. Ну, и принт. FUN. Вот. E, FG. Во. Значит, пока что все понятно, никаких проблем, на мой взгляд, если я не ошибся где-нибудь, это не должно вызывать. Нет, это не вызывает никаких проблем. Вот. А вот теперь давайте сделаем одну... Не так, исследуем один вопрос. Смотрите, вот я передал вот сюда вот некий объект, он здесь известен под именем C, а потом здесь написано C равняется A плюс B плюс C. Вопрос. Вот это число 3 поменялось? Тот объект, на который указывает имя G, поменялось или нет? Будет ли он равен вот этому вот... 100545, или он же останется равным 3? Разумеется, он останется равным 3, потому что в питоне вообще всегда передается только значение и ничто иное. Вот. То есть мы говорим, слушайте, я передаю тебе объект, там даже передается не значение, там передаются ссылки на объект, на самом деле. Примерно так, как это сделано в Java, только в Java это немножко более в жесткой форме сделано, а в питоне мы как бы вот... Мы передаем 3 объекта, да, мы не передаем имя E, F и G, мы передаем 3 объекта. Вот такой, вот такой и вот сякой. Здесь они называются вот так, вот так и вот так. И вот эта операция, как мы уже опять-таки рассматривали, означает буквально следующее. Мы возьмем объект по имени A, сложим с объектом по имени B, результат сложим с объектом по имени C, и результат поименуем именем C. При этом, если оно раньше связывало какой-то другой объект, эта связь порвется. Вот и все. Да, разумеется, у нас G будет равно 43, в общем, это понятно. Ну, в смысле 3, да, что я говорю. Значит, хорошо, тогда более сложный вопрос. А если я напишу вот так? Чему будет равно C? А, сейчас, секунду. Если я напишу вот так. Чему будет равно в результате... Секунду. А, B и C. Ну, давайте здесь еще A плюс равно B. А, B минус равно 1. Вот. Это мы дело закомментируем, чтобы создать некоторую тайну. Запустим всю эту безумную машинерию. Вот. 100585 у нас результат. И теперь вопрос. Чему будет равно A, B и C здесь? Вот что будет, я сейчас запущу. Какие цифры будут выведены? Числа. Громче. Те же самые. 3, 45 и 100, 500. В смысле 42 и 100, 500. То есть, выясняется, что, как, в общем-то, и в других языках программирования, да, значит, капитан очевидность и в этот раз не ошибся. Вот этот A, B и C и вот эти A, B и C, это совершенно разные имена. Это такие разные A, B и C. Одни принадлежат разному пространству имен. Вот эти A, B и C принадлежат глобальному пространству имен, которые существуют все время жизни программы. Пока мы их специально не удалим, эти имена, пока мы не скажем DEL B, B это будет пребывать в глобальном пространстве имен всегда. Вот давайте на него посмотрим, кстати. У нас же есть замечательное свойство нашего редактора IDLE. Я решил после остановки программы залипать в том пространстве имен, в котором происходило выполнение. Видите, да? Я, кстати, могу показать, как это из командной строки сделать. Вот. То есть я выполнил модуль, я вышел в подсказку питона, и у меня все, что... Все те имена, которые были определены, сейчас определены, я могу вызвать функцию fun, например. Вот. Обещал показать, как это делать из командной строки. Из командной строки делать вот так, смотрите. Берем и говорим. Сейчас, тут есть какой-нибудь файл. kve.py, да? Python минус i, вот это самое kve.py. Что сейчас произойдет? Сначала выполнится программа, а потом мы вывалимся в командную строку питона, где будет доступно все пространство имен этой программы со всеми теми значениями, которые к этому моменту посчитались. Ой. Вот та же самая ситуация, видите? Вот. В случае айдла там еще примешиваются какие-то внутри айдловские штуки, но, как бы, я тут ни при чем. Вот. Во всем остальном они тут везде есть. Вот. Так вот, возвращаясь к пространству имен. Итак, выясняется, что вот эти имена a, b и c, это имена, которые лежат в текущем глобальном пространстве имен, кстати сказать, оно доступно не только по команде dir, но и, допустим, по команде globals. Функция globals выдаст то же самое. Это было слово globals, а не то, что вы подумали. Вот. Правда, видите, globals еще удобнее. Оно говорит имя переменной и чему равно. Вот функция fun, а вот тип того объекта, на который она указывает. Вот там, не знаю, переменное имя b, а вот объект, на который она указывает. По-моему, очень удобно. Вот. Глобальное пространство имен, из которого объект можно удалить, только удалив его. Ну, например, вот так. Вот теперь у нас нет объекта. А вот внутри вызова функции, внимание, не внутри определения функции, понятно, что вот эта конструкция означает просто определение функции. К тому моменту, когда питон закончит анализировать эту конструкцию, он выяснит синтаксическую правильность этой конструкции, но ничего про то, каков там внутри алгоритм, знать не будет. Правда, забегая вперед, скажу, что будет знать немножко про то, какие там имена используются. Но это отдельная тема, вот эта тема сегодняшнего разговора. Так вот, вот эта конструкция называется определение функции. Вот эта конструкция называется вызов функции. Ну, опять-таки, я говорю абсолютно очевидные, с точки зрения капитана очевидность вещи. Вот эти вот имена называются формальными параметрами функции. Фактически это такие имена, которым на время существования, на время вызова этой функции называются объекты, переданные ей. Вот эта штука называется фактические параметры. Они могут быть какими угодно выражениями. Видите, здесь они волшебно совпадают с вот этими именами. В предыдущем примере не совпадали. Ну, короче, кому я объясняю. Так вот, локальное пространство имен существует на время вызова этой функции. То есть, вот когда мы дошли вот до сюда, когда мы дошли вот до сюда, вот до этого места, этого локального пространства имен еще не существует. Оно появляется, когда мы зашли внутрь этой функции, там что-то поделали, в это время оно есть. И как только мы оттуда выйдем, оно уничтожается. Вот эти все имена убиваются. Вот. Давайте мы что-ли вот здесь вот напишем print locals. А здесь напишем, ну скажем, print globals. Вот. Нет, мне на ту кнопку надо. Вот смотрите. Вот это было... Вот это было locals, и в ней а равнялась 100500, b42, c3. А вот это было globals. В ней c равнялась 100500, b42, a3. Да? Вот эти имена жили... Видите, как устроено пространство имен locals? В нем есть только те имена, которые мы явно завели внутри функции. Все остальные лежат здесь. Вот. Эти имена существовали только на то время, пока вызов функции работал. Когда мы вышли из return, после того, как мы вышли из return, эти имена перестали существовать. Вот. Они могли как угодно существовать. Ну, например, там, вместо c можно было назвать там ccc, и... Вот. И тогда... Пожалуйста, вот оно ccc. И понятно, что к тому моменту, как мы вернулись из вызова функции, никакого ccc вообще не существует. Ну, это можно было бы видеть и вот здесь, что его нет. Локальное пространство имена. Для тех из вас, кому это, скажем так, по какой-то причине в новинку или странным образом не до конца понятно, могу предложить такой вот сайтик. Сейчас покажу, какой. По-моему, называется вот так. Точно? А вот... Кстати, сказать, свободный движок. Я такую штуку разворачивал прямо на своей машинке. Вот. Вот здесь вот мы пишем что-нибудь типа div fun от a за петая b. c равняется a умножить на 2 плюс b. return c. Здесь пишем a, ну, хорошо, a, e равняется 10,20. f равняется fun от b, ну, хорошо, b, a. Ну, и принтер. Ну, ну, фу, фун. Ну, вот, достаточно запутанно у нас там, а здесь, а здесь в одном месте, а там в другом. В общем, не очень, как бы, понятно, где чего. Но если мы нажмем кнопочку visualize execution, вот. Кстати, обратите внимание, она нам посчитала, что у нас всего три шага выполнения программы. Вот первый шаг. Прошел первый шаг. Вот только что, давайте вернусь обратно. Вот у нас интерпретатор стоял вот здесь. За первый шаг он проанализировал тело функции fun. Вот. Плохо видно? Давайте я сделаю чуть-чуть погромче. Вот. Он проанализировал тело и функции fun. И результатом этого анализа послужило то, что в глобальном namespace, в глобальном пространстве имен, появилось имя fun к этому моменту, которое ссылается на некоторый вычислимый объект function под названием fun, который где-то там в списке объектов лежит. Кстати, я забыл кнопочку нажать. Хочу кнопочку нажать. Вот. Значит, для всех. Значит, что сейчас будет происходить? Вот тут есть переключатель, который по умолчанию, для того, чтобы не замусоривать ваше восприятие, все примитивные объекты, атомарные объекты, показывают просто как переменные. Я сейчас ее переставляю в положение, что все вообще объекты, как один, будут показываться как объекты, выделенные в пространстве имен объектов, что на самом деле соответствует действительности. Просто понятное дело, когда у вас все целые числа, все кусочки строк, все-все-все-все-все выглядят как какие-то объекты, выделенные на стороне, иногда анализировать сложный код тяжело. Но в данном случае я хочу именно этого. Итак, я поставил кнопочку в положение показывать все объекты, как объекты, выделенные на кучу объектов. И давайте еще раз. Итак, первый шаг. У нас определилась функция. Второй шаг. У нас определилось два имени. А и Е, которые ссылаются на объекты 10 и 20 соответственно. Третий шаг. У нас сейчас произойдет вызов функции. Что? Не произошел. Е. О, Е. Точно. Сейчас. Вот почему там всего три шага. Спасибо. Дубль три. Он нам подсказывает, а вы только что ошибку исправили. Спасибо, дорогая. Мне уже подсказали. И видите, он сразу посчитал, что у нас 8 будет шагов в выполнении программы, а не 3. Кто-то я удивлялся, что их 3. Ну, хорошо. Первый шаг. Второй шаг присваивания. Уйди противный. Во. Да? Сейчас у нас произойдет вызов функции, мы войдем внутрь нее, и там будут заведены два имени А и Б внутри локального неймспейса. Вот они. Как видите, они ссылаются на те же самые объекты, но при этом это два новых имени в неймспейсе. Сейчас будет еще заведено третье. Вот оно. Это С. Все эти имена живут до момента, когда произойдет return. Обратите внимание, что нам отдельно Python Tutor говорит, ребята, мы тут подготовили return value, ну, то есть некоторые значения, которые return возвращает. И вот эти переменные пока еще живут. Вот сейчас я нажму forward, мы вернемся вот сюда, и у нас вот это все пропадет. Весь неймспейс удалится. Вот эти А, Б и С перестанут существовать. Ну, вместо них у нас завелось еще ими М, потому что оно с F, оно которое ссылается на то самое return value. Ну, собственно, и все. Вот такая штука для небольшого баловства, просто для того, чтобы в виде диаграммы на все это поглядеть. Вот. Локальное и глобальное пространство имен. Да, конечно. Правильно, я забыл тут заменить. Вы совершенно справедливо, спасибо, что заметили. Сейчас мы про эту тему проговорим. Смотрите, пересказываю для всех. Тут поступило замечание, что в этом удивительно нужном и полезном коде существует некоторое имя С, которое не является локальным именем для этого неймспейса. Со всей очевидностью, оно является глобальным именем для этого неймспейса, берется вот отсюда, ну, потому что сначала его не нашли в списке локальных именем. Это устроено именно так. Давайте мы сейчас упростим этот примерчик, сделаем попроще, и там все это обсудим. Вот у нас есть функция наша. Простая и незатейливая. Ну, какая-то такая. Я надеюсь, я ничего не накосячил. А, да, накосячил. Хорошо. Действительно. Сейчас раскосячим обратно. Вы хотели вот этого, да? Ну, или я хотел вот этого. Только не Ф, а фунт, да? Я, как обычно, не дописал. Ну, наконец-то. Вот. Простая, простая, незатейливая функция, которая складывает А плюс Б плюс С и возвращает значение. Обратите внимание, что А и Б это локальные имена, которыми вот здесь связаны передаваемые функции и параметры, а вот С отсутствует в локальном неймспейсе и, стало быть, берется из глобального. Что, в общем, очевидно? Вот. Менее очевидно, что делать, когда эти имена... Да. Оно работает в командной строке? А, вот я сейчас это покажу. Да. Значит, там была более хитрая штука, ровно таск, к которой я сейчас приближаюсь. Менее очевидно, как интерпретировать глобальные и локальные имена, если они участвуют в операциях связывания внутри функции. Смотрите, про С все совершенно понятно. Его нету в локальном неймспейсе, значит, его надо искать в глобальном неймспейсе, все хорошо, там оно равно 100-500, никаких проблем. Если мы напишем вот так вот, что изменится? Да. Изменится фактически все. Разумеется, как только вы пишете операцию связывания внутри функции, Питон отказывается искать подобного рода имя в глобальном неймспейсе, чтобы не произошло того, что у Вирта называется побочным эффектом процедуры. Вот, в теории. То есть, как только операция связывания в какое-то переменное, которое какое-то имя участвует в операции связывания, это означает, это приводит к тому, что у вас в вашей функции будет в локальном неймспейсе создано это имя, и именно оно и будет использовано. Вот. Да? 1, 2 и 42. А вот сейчас будет менее очевидный пример. Как вы думаете, какое С будет прибавлено к этому Б? Правильный ответ. Никакое. Почему? Потому что нет ничего более опасного, чем имя, которое часть кода играет глобальную роль, а часть локальная. А сейчас мы это увидим. да. И это ровно та ошибка, которую мы видели в начале лекции. Прежде чем попытаться вызвать эту функцию, на этапе синтаксического анализа Питон потрудился заглянуть в ее код и посмотреть, что там с локальными и глобальными именами. И относительно вот этого имени С он пришел к выводу, что это имя однозначно локальное, потому что оно участвует в операции связывания, стоит в левой части. Но при этом обращение к этому имени происходит до операции связывания. Фактически мы не знаем, вот у нас этого имени в локал неймспейсе нету, а поиск будет производиться только в локал неймспейсе. И именно об этом нам и приехало сообщение что local variable c referenced before assignment. То есть питон, конечно, интерпретатор интерпретатор, но проверка того, к какому неймспейсу должны принадлежать имена, вынесена наверх на уровень синтаксического анализа. кстати, это можно же даже попробовать посмотреть, в какой момент это произойдет. здесь напишем print kukuk и выяснится, что мы досюда просто не дойдем. Ну, я так подозреваю. А, нет, дошли. Значит, это произошло при попытке вызова. Когда мы зашли внутрь функции, мы попытались выполнить эту операцию, выяснилось, что имя c уже помечено как локальное, предназначенное local неймспейсу, только его там нет. На чем, собственно, выполнение и прекратилось. Такие дела. То есть, определение глобальности и локальности имен происходит при синтаксическом анализе кода функции именно для того, чтобы не было вот этой чехарты глобальной, локальной, локальной, глобальной, вот этой всякой ровной. Что бы такое сказать, чтобы вас окончательно запутать? А! Сейчас что-нибудь придумаю. фу, Ну, я думаю, что ничего страшного. Локальные функции, мы все знаем, что это такое. Это такая штука, в пространстве имеем функции фун, которая называется фун 2, является функцией и живет до тех пор, пока мы из нее не выйдем. Тут ничего такого военного не написано совсем. А вот тут я даже не знаю, как вам ответить, какое B будет использовано. Локального B в этом namespace нету. Есть глобальное B, есть, так сказать, нелокальное B. Вот вы смеетесь, а я сейчас напишу слово non-local, это валидное слово в питоне. Я даже не знаю, какое, давайте проверим. Глобальное было использовано, да? Нелокальное было использовано. Если мы хотим, чтобы оно было глобальное, мы пишем просто global, и все становится по-другому. Вот. Вау, это русские буквы. А если мы напишем non-local, то оно опять станет нелокальным, то есть B из предыдущего namespace. Да. Давайте попробуем. Напишем здесь global B. Нету понятия объявления функции в питоне, да? Мы не успели его задать. Его не существует в namespace. Нам скажут, что его не существует в namespace. Я вангую. Вот. Ну, давайте попробуем. Давайте скажем не B, а скажем F. Нет, F, B, G. Вот. Вот так вы хотите. Вот на этом уровне я вангую сто процентов. Вот. Другое дело, что вы могли сделать вот так вот. Смотрите. У вас имя G объявлено как глобальное и тут же прописано. Вот в этом случае все будет хорошо. Настолько хорошо, что это имя G даже залипнет в наш namespace в текущий. Будучи глобальным. Вот оно. То есть, опять же, общаясь с питоном, стоит иметь в виду одну очень простую, одну важную вещь. В питоне никогда нет никакого волшебства. То есть, любое поведение того, что вы видите, абсолютно, как это сказать, диктуется примитивной логикой. Вот есть операция связывания. Она связывает объект с именем. Это имя ищется либо в локальном namespace, либо в глобальном. Все. Никаких других законов нет. Объявили его глобальным. Значит, будем сказать в глобальном. Если его там нету, значит, его там нету. И будет ошибка. Если мы его прямо сейчас связываем, значит, оно там будет. Слово dir тут случайно появилось. Вот. Переопределять то глобал, то локал. Не знаю, попробуйте. Мне в жизни не приходилось никогда. Вот. Мне кажется, что вообще манипуляция... Значит, тут такая история. По-хорошему, глобальные переменные нужны только в одном случае. Когда они константы. То есть, когда вы пишете достаточно сложный код, нет ничего более опрометчивого, чем раздувать глобальный namespace какими-то именами, к которым вы будете лазать из разных мест вашей программы. В конце концов, вы сами себя запутаете. Локальный namespace в этом смысле надежный. Вы его в хвост и в гриву изменяете, потом выходите из функции, и он исчез. А вот константы, которые вы используете, ну, какие-то, ну, не знаю, там, ну, константы. Вот они как раз отлично живут в глобальном namespace, хотя в большинстве больших проектов под них специальный класс globals обычно выделяется. Прямо туда, ну, или там, constants. И прямо вот constants, точка что-нибудь, они там лежат. Но это отдельная тема. Вот. А уж смешивать, переобъявлять то локальные переменные, то глобальные, то еще, это, в общем, ну, так сказать, стрелять себе в ногу, причем уже тщательно прицелившись. Вот. Я бы не стал. Вы точно попадете, понимаете, если будете целиться. Ну, вот. Я какое-то время не обращал внимания на то, что следующая тема, про которую я просто обязан рассказать, что она очень важная и не всегда понятная. Тема следующая. У вас функция – это просто объект. Ну, объект такой. Абсолютно такой же объект, как и все другие, которые вы создаете в вашем, только он, тип у него, class function, вот и все. Просто объект. Мы, вот как-то мы его, V назвали? V is fun. Вот. Надо R, конечно, было писать. Вот. Значит, да и более того. Ну, вы понимаете, да? С точки зрения Python, это просто два имени одного и того же объекта, бла-бла-бла-бла, вот это все дело. То есть тут ничего страшного нет. Гораздо более интересная фишка стоит в том, что вы можете передавать этот объект в качестве параметра, ну, любой объект можете передавать в качестве параметра функции. В объект функции вы тоже можете передавать в качестве параметра функции. Давайте напишем что-нибудь такое. Я, кстати, наверное, дам, надам задачку на так называемое бинарное возведение в степень. Любимая задачка. Смотрите. Дев фунт 1 от AB return A плюс B. Дев фунт 2 от AB return A умножить на B, ну, допустим. Дев мегафун от ABF. Там надо себе пробелы поставить, чтобы красиво было. Вот. Тюрм, ну, догадайтесь, что? F от AB. Принт мегафун 12, 13, фунт 1. Фунт 2. Фунт 2. Ну, что и требовалось ожидать. Опять обратите внимание на некоторую такую специфическую питоновскую прозрачность всей этой машинерии. Вот когда мы работаем с более, так сказать, синтаксически негибкими языками программирования, передача функций в качестве параметра – это некоторые упражнения. Какие-нибудь ссылочки заводим, еще что-то. В Java это вообще нельзя сделать. Вот. В случае питона мы видим абсолютно прозрачную конструкцию. К нам приехало три объекта. ABF. Мы знаем, что объект F – так называемый коллабл. Сейчас я покажу. Значит, к нему можно применить операцию круглая скобочка. Как это? Капитан Очевидность подсказывает, что операция круглая скобочка – это такой синтаксический сахар, а на самом деле это вызов метода, как обычно, который называется колл. Поэтому объект называется коллабл. Стало быть, мы можем применить метод… Мы можем взять метод колл объекта F, передать ему два параметра A и B и получить результат. Собственно, что мы и сделали. Никаких, опять же, никаких чудес, связанных с этим, нет. Если, допустим, я тут передам функцию, которая не принимает два параметра AB или не принимает два числовых параметра, то при попытке ее выполнить после того, как мы ее вызовем, вот этот F, вот только после этого будет какая-то ошибка. Ну, не знаю, какую мы можем… В какой момент возникнет ошибка? Расскажите мне, пожалуйста. Когда мы вызовем функцию FUN E, вот когда мы вызовем функцию FUN E, интерпретатор скажет, товарищ, у тебя тут два параметра, мне нужно один. Вот в этом месте мы вызовем функцию, которая будет равна FUN E, называться F, и вот здесь вот произойдет эта ошибка. Вот, смотрите, давайте читать трейсбэк. В пятнадцатой строчке, в строчке, которая вызов Мегафун 12.23 FUN E, которая, в свою очередь, вызвала функцию Мегафун, и в восьмой строчке, в функции Мегафун, которая написана F от AB, return F от AB, произошла такая ерунда, что мы вызвали на самом-то деле функцию FUN E, а у нее только один позиционный параметр, а мы передали два. До этого момента все было хорошо, и синтаксически вообще все хорошо. Интерпретируемый язык программирования, чего вы хотите. Вот. Что-то я обещал еще рассказать про это, да? И нам пора переключаться на дальнейшие темы. Я обещал рассказать про что? Нет, у функции нету типа. Количество параметров – это количество параметров. Ну, смотрите, то, что оно было написано type error, это в каком-то смысле да, но никакого типа функции не существует. Мы просто, когда мы создавали объект под названием function, в нем было прописано, что у этого конкретно объекта два параметра позиционных. А поскольку мы передали один, получилась неприятность. Да. Есть, но хорошо, да, есть. Сейчас мы про них поговорим. Там есть одно умолчание, которое мы сегодня не будем раскрывать, о котором мне придется рассказать чуть-чуть сильно позже, когда мы пройдем в словари. А вообще есть, сейчас покажу. Так, что-то я обещал рассказать и забыл. Никто не помнит громче? Никто не помнит. И я не помню. Ну, ладно, значит, не так важно то, что я хотел рассказать. Значит, на самом деле у нас есть еще некоторое количество разговоров про функции. Ну, например, про параметры по умолчанию. Значит, вот эти параметры называются позиционными. Вы можете задать так называемые именные параметры. Которые необязательно передавать функции вообще. Ну, или return, не знаю. Ну, давайте print. Все это валидные способы вызвать нашу функцию. Как вы понимаете, функция print определенная для любого типа параметров, поэтому типизация тут совершенно не важна. Давайте ради примера вот так сделаем. Вот, видите? Значит, в каждом из этих случаев наша функция в результате получит 3 параметра. Вот. Некоторые из них будут содержать значения по умолчанию. Значения некоторых мы преопределим. Причем мы их можем как позиционно преопределить, то есть вот это первый, это второй, так и непосредственно по имени. Скажем, что c равно 2, а а равно ку-ку. Вот к вопросу о параметрах по умолчанию. Мне кажется, тут все, опять-таки, настолько прозрачно, что трудно что-то здесь не понять, что-то по-другому понять. Единственное, что у вас функции могут смешиваться и позиционные параметры, и параметры именные. То есть, если вы напишите вот так вот, то у вас этой функции будет один обязательный позиционный параметр и три необязательных параметра по умолчанию. И вот эта вот строчка не будет валидной, потому что параметра должно быть как минимум один. Да? Вот здесь. Не сможем ее вызвать. Вот, видите? А, нет. Вот эта строчка тоже будет невалидной. Видите, здесь тоже нет ни одного позиционного параметра. Здесь переопределены именные, а позиционный не выбран. То есть, мы должны сначала указать хотя бы один позиционный параметр, ровно один, потому что он ровно один. Тогда эта строчка будет валидной. Но тогда не будет валидной последняя строчка. Видите, опять пропустили один позиционный параметр. Ну, давайте поставим один позиционный параметр. Вот, кукурику Вот теперь все хорошо Да Нет, сначала идут позиционные параметры, потом именные И только в этом порядке, никак иначе Иначе там все просто обалдеют при попытке это распарсить Вот Но это еще не все Как вы думаете, в каком виде передаются Значит, на время оставим именные параметры Потому что, повторяю, до того, как мы изучим штуку под названием словарь Говорить про них неинтересно Как вы думаете, какая структура данных используется питоном Для передачи позиционных параметров в функцию? Как вы думаете? Кортеж Ну, вы знали Да, для передачи позиционных... Господи, время-то как идет, пора ускоряться Для передачи позиционных параметров в функцию используется кортеж Это значит, что на самом деле Мы можем полениться и сказать Знаете что? Распакуй, пожалуйста, вот мою последовательность в кортеж И передай то, что распакуешь в функции Написать вот так вот Принт Распакуй, пожалуйста, мою последовательность в кортеж И передай эту функцию Ну, или если хотите, если вам такая... Хотя нет, это хорошая последовательность, годная Каков будет результат? Q пробел W пробел E, да То есть Вот эта последовательность В силу вот этой операции распаковки Она такая же, помните, у нас была операция распаковки Где-то еще, я забыл где При множественном связывании Вот эта последовательность будет распаковано в три На три имени Если эта последовательность будет неправильной длины, то Будет ошибка Нет А как? Фу ты, господи Просиба Да, 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 да Извините А самое интересное, что Принт Тоже функция Ей тоже можно распаковать параметры и передать Да Наверное, спасибо Вот теперь правильно, да? Но от этого ничего не изменится А, только еще принт в нон вернет, конечно Сейчас, стойте Я понял, надо было вот так написать Вот теперь все хорошо Ну так вот Эти параметры будут распакованы Переданы Каждый Связанный отдельным именем А если мы сделаем вот так, то То будет ошибка Вот Потому что Наша функция ожидала три позиционных параметра Мы ей передали четыре Обратное тоже верно Вы можете сказать наоборот Слушайте Передайте мне сколько хотите позиционных параметров Мне все равно Они приедут в кортеж Я сам с этим кортежем разберусь Это выглядит примерно вот так Только это фунт какой-нибудь Другой Вот Вот такая функция на самом деле Это функция с любым количеством параметров Ну в общем вы меня поняли Эти параметры При передаче Запаковываются в кортеж А при приеме вот здесь вот Не распаковываются Со словами Мне лень Пускай так будет Да В питоне Разумеется нет никакого полиформизма В том виде В котором вы имеете это в виду Потому что Если бы мы определили функцию фун А потом снова определили функцию фун То у нас бы была определенная функция фун Одна Операция define Опять же нет никакого чуда Да Что такое define Это задать функцию Назвать ее именем фун Вот и все Такие дела Продолжаю Запаковка и распаковка Да Значит довольно удобная штука Вот вам пожалуйста Функция с произвольным количеством параметров Я сейчас еще напишу функцию С количеством параметров Не меньше одного Ну вы меня поняли Да Вот Теперь вот это не сработает Вот видите Кстати сказать Еще один способ Задать необязательные параметры функции Да Вот этот параметр обязателен А вот сюда в случае чего Вот этот обязательный А вот сюда в случае чего Просто пустой кортеж приедет Давайте это проверим Кстати Да Да Вот он Соответственно вы можете определить его длину Посмотреть туда Посмотреть сюда На чем собственно про Про распаковку и запаковку параметров Я тоже предпочел бы завершить Только сначала спрошу Все понятно Главное когда вы смотрите на питом Не пытаться угадать Какое-то чудодейственное Подкапотное шевеление Все что происходит Написано прямо и явно перед вами Вот Вот Надо читать именно так Такие вещи Прежде чем мы Перейдем собственно К заявленной теме на сегодня А именно к Вычислимым последовательностям Еще одна маленькая фишка Чисто такая Для любителей Которая называется Лямбда функции Значит наша функция Она Именованная У нее тип function Ну и так дальше Дальше все все понятно Иногда бывает нужно Особенно в случае Если вы Передаете функцию В качестве параметра Или вообще держите Целый список различных функций Которые вы будете по-разному использовать Иногда бывает Полезно Вообще Не заводить Для этих функций Отдельных Отдельных имен Я вот здесь мог написать Давайте мы Кстати это сделаем Я вот здесь мог написать Вместо того Чтобы сначала Дефинить функцию А потом ее вот сюда вставлять Мог бы написать Лямбда выражение Давайте я сначала Лямбда выражение Покажу в командной строке А потом Значит Лямбда Так и пишется Лямбда Я все время неправильно Пишу слово лямбда Дальше вы пишете Параметры Ну например А Дальше вы пишете А умножить на 2 плюс 1 И получаете Лямбда функцию Она отличается От функции Function Только тем Что у нее нет имени А тип у нее такой же Это просто Неименованная функция Вот и все Вы эту функцию Например Можете присвоить Какую-нибудь Вот так вот написать Да И у вас будет FFF Который можно будет Вызывать Но главная фишка Лямбда функции Конечно не в том Что ее можно так присвоить А в том Что можно написать Вот так вот Я не помню Я не помню Нужны ли здесь скобочки Давайте попробуем без скобочек Но я боюсь Что без скобочек не сработает Да Без скобочек не сработает Вот А вот так сработало Смотрите Что при этом произошло Сейчас секунду Мы создали объект Неименованная функция От одного параметра Ну а потом вызвали его Передав туда один параметр Да Чуть громче пожалуйста Нет В лямбда функции Нету Блоков с отступами Лямбда функция Это так называемая Функция Выражения Помните У нас был Условный оператор выражения У нас были Циклические сборки выражения И функция Это тоже выражение То есть Вы можете только Вызвать другую функцию Из нее Вот По секрету скажу Что в питоне Поддерживается Полный стек Функционального программирования И все программы на питоне Можно написать в строчку Но выглядит это будет Ну просто адово Поэтому так делать не надо Вот Именно поэтому Именно поэтому Такое небольшое ограничение Да Что в лямбда функция Это что-то Что можно прочесть глазами За один раз Если нет Лучше пишите Нормальные Соответственные Со всеми делами Возвращаясь вот к этому коду Который я обещал исправить Что здесь надо будет Написать Здесь надо просто Написать Лямбда А запятая Б А плюс Б Да Как обычное слово Лямбда не написал Неправильно Это нормально Лямбда Вот это мое любимое слово Лямбда О Красиво Теперь красиво Только здесь умножить А вот эту фигню Вообще удалим Вот вам пожалуй И эту фигню можно удалить Смотрите Вот вам пожалуйста Тот же пример Во-первых Он намного компактнее Во-вторых У вас в неймспейсе Нету Бессмысленных Фун 1 и фун 2 В-третьих При вызове Вот этой штуки Вы сразу понимаете А что именно Вы собираетесь делать С этими переменами Я думаю Что оно заработает Оно заработало Пробуйте Пробуйте Можно Насколько это Осмысленно Я не знаю Но можно Почему бы нет Лямбда Это просто выражение Понимаете Вы же можете Вложенные суммы написать Значит вложенную лямбду Тоже можно написать Вот У нас не хватает Времени совершенно Поэтому мы пропустим Самую интересную тему Возможно мы к ней Вернемся чуть позже Эта тема Называется Пакет Модуль Который Называется EterTools А Нет Мы до него Еще не дошли Хорошо Все Значит Эту тему мы закрыли И теперь мы приходим К теме генератора Помните Я обещал Рассказать Про вычислимые Последовательности На всякий случай Начну с конца А именно Давайте Я покажу Какие еще Есть Последовательности В питоне Помимо Рейнджа Которые являются Вычислимыми Напоминаю Что вычислимая Последовательность Это последовательность Которая свои элементы Нехранита Вычисляет И она может быть Неиндексируемая То есть К ней может не применяться У нее может не быть Метода но она может продолжать быть последовательностью. Что значит быть последовательностью, если ты неиндексируемый? Мы об этом поговорим чуть позже. Например, довольно очевидная и удобная последовательность, вычислимая в питоне, разумеется, неиндексируемая, это последовательность, которая возвращает функцию реверсет. Допустим, мы пишем, что A равняется B, нет, давайте вот так сделаем. B равняется реверсет от A. Ну да, разумеется. На самом деле даже не функция, а конструктор такой. Что такое реверсет обжин? Это объект, если по нему проходить цикл, то тот объект, который он реверсирует, будет пройден с конца. Вот и все. Поскольку у объекта A строковый есть гетайтем, у него есть длина, у него есть первый элемент, последний, мы отлично можем организовать цикл по этому объекту A задом наперед. Это делается посредством организации цикла по реверсу объекта. Ну или давайте для простоты. Да. Если мы сделаем что? B изменить нельзя. У него даже операции гетайтем нет. Его даже индексировать нельзя. Это штука, предназначенная только для прохождения циклом или распаковки, что, в общем, одно и то же, которая выдает последовательно объекты от последнего до нулевого нашего времена. Здесь есть одна загадка. Это загадка, это словосочетание, предназначенное только для прохождения циклом. Но именно эту загадку мы сейчас разгадаем, я гарантирую это. Хорошо? Чтобы было понятно, это вычислимый объект. То есть это вычислимая последовательность. То есть никакого элемента B, там, и того не существует до тех пор, пока мы его не потребуем. Вот, да. Сейчас мы до этого дойдем. А, вопрос обратный. Если мы поменяем A, поменяется ли соответствующий элемент B? Давайте проверим. Ну, а не поменяется, потому что оно список, потому что оно, этот самый, строка. Давайте мы его будем списком сделаем. Да? B равняется, реверсит от A. В этот момент мы A третье скажем, что оно наше любимое кукуряку. И посмотрим, что нам скажет лист от B. Да. Потому что, еще раз, никаких элементов B не существует, пока мы не захотим их взять. А когда мы их хотели взять, у объекта A уже элемент третий равнялся кукуряку. Вот. Какие там еще бывают вычислимые объекты? Unumerate и zip. О, отличная штука. Zip вообще офигительная штука. Сейчас покажу. Unumerate. Значит, объект unumerate превращает последовательность в пару. Индекс в этой последовательности запятая элемент. Больше ничего. То есть мы можем написать вот так. For i, in, не так, i, запятая c, in, enumerate от последовательности какой-нибудь. Ну, скажем, это будет строка. Print и запятая c. Зачем это может быть нужно? Это может быть нужно для того, чтобы... Для двух вещей. Первое. Вообще не использовать операцию индексирования, потому что она может быть тяжелой. Мало ли, как устроен метод гитайтим у вашего класса. Может быть, он там сто пятьсот раз жует какие-то элементы, перематывает магнитную ленту. Вот. Черт его знает. И при этом у вашего класса очень хорошо устроен прохождение от начала до конца. Или от конца до начала. Магнитная лента перематывается на один шажок. Второе. Для того, чтобы получать значение индекса у последовательности, которая вообще не индексируемая. Например, у нашего реверсида. Смотрите. Если строчку, это элемент мы можем взять, то от реверсида, да, мы не можем взять строчку. А с помощью номера это, пожалуйста, никаких вопросов. Сейчас. Вот оно. Мы можем пронумеровать даже не индексированную последовательность таким способом. На самом деле, первый вариант, который я говорил, не использовать операцию индексирования, потому что мы можем пройти циклом по объекту, не такой уж и странный. Вы реально обнаружите, что использование enumerate в качестве вот такой заглушки здесь сильно упрощает код внутри. Вместо там А в квадратных скобочках ИТЭ вы будете говорить там элемент. И это читается гораздо удобнее. Ну и, наконец, самый клевый из всех вычислимых последовательностей, прибитых в питон гвоздями прямо сразу, это объект типа ZIP. Объект типа ZIP делает транспонирование. То есть, если у вас есть последовательность последовательностей, ну, например, три пары, то он из нее сделает две тройки. Смотрите. А равняется раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот это две тройки. ZIP от А. Это вычислимая последовательность. Сейчас могу соврать, но кажется там... Нет, соврал. Давайте так. Давайте сначала так сделаем. Сначала я явно покажу, а потом покажу со звездочкой. Вот так. Сначала вот так. Значит, у функции ZIP произвольное число параметров. В данном случае два параметра, которые являются тройками, он их превращает в три элемента парами. Ну, соответственно, ну, дальнейшее понятно. Да, если я сюда добавлю еще что-то... ...то я получу, соответственно, уже три четверки. Транспонирование такое. Обратите внимание, транспонирование по количеству параметров. Если же мое А... 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 ...является последовательностью последовательности, как мне его транспонировать? Кто мне скажет? Что надо писать вот здесь? Я понимаю, что голова уже пухнет, потому что... Да, правильно. Что сейчас произойдет? Сначала последовательность А распакуется, и в результате функции ZIP будет столько параметров, сколько элементов последовательности А. Ну, а потом их транспонируют и... Ну, и дальше все... Как говорил Вовочка, сдавая экзамен по первой помощи, сначала дойдем в состояние до открытого перелома, ну, а потом... Да. Значит, ну, так вот. У нас стало совсем мало времени, а про главное я не рассказал. Это плохо. Сейчас придумаю что-нибудь... Сейчас придумаю, как это... Вот я про вот это не рассказал. Рассказывать про генераторы за 7 минут я не буду. Нет. Сейчас я попробую какую-нибудь другую тему вспомнить. Громче. Отличная идея. Спасибо. Это, кстати, был еще один долг на сегодня, который просто забыл. Отлично, шикарно. Множество. Значит, что касается множеств. Множество – это тоже такие питомские последовательности. Кстати сказать, нифига не индексируемые, но которые можно пройти циклом. То есть, смотрите. Как вы думаете, сколько... Как вы думаете, сколько элементов в данном множестве? Давайте приглядимся. Раз, два, три, четыре, пять. Да? Ой, оно как А. Все еще А. Да, пять. Обратите также внимание на то, что они идут не в том порядке, в котором я задал. Это множество, порядок элементов не определен. И это означает, что, разумеется, мы не можем взять нулевой элемент этого множества. Ну, А. Это не индексированный объект. Правда, мы можем оттуда его вынуть с помощью метода POP, по-моему. Да, блин. Вот. Но при этом вынется, ну, какой-то, да, метод POP множества, в отличие от списка, который выдает всегда последний элемент, нам не гарантируем, что он выдаст какой-то по номеру, потому что никаких номеров элементов в множестве нет. Да что ж такое-то? Все, я придумал, как решить проблему. Вот. Значит, зачем нужны множество? Множество нужны для двух вещей. Во-первых, для произведения над ними теоретика множественных операций, потому что, смотрите, T равняется 12, 2, 3, 4. Вот так. И внезапно мы можем сказать S объединить с T, с T, ну, кстати, S тоже, да, пересечь, сделать симметрическую разность и сделать, как это называется, когда элементы, которые не входят в пересечение, ну да, это не исключаю щели, а для множества это как-то по-другому называется. Я забыл. Симметрическая разность, спасибо большое. Именно так. Вот. Что, в общем, довольно забавно, потому что, как ни странно, в реал-лайфе бывает необходимо над объектами такого типа, в смысле, работать с объектами такого типа, и моделировать это с помощью массивов каких-нибудь, это просто оторви руки. Вот. А в питоне это все. Второе и самое главное на самом деле, поиск элемента в множестве, в отличие от поиска элемента в массиве, имеет не линейную, а логарифмическую сложность. Мы об этом будем говорить чуть позже, когда будем говорить как раз про те самые словари. Дело в том, что множество в питоне реализуется с помощью хэш-функции. Это не просто склад каких-то объектов, это еще и хэш-функции над ними, которые в идеальном случае делают доступ к элементу множества вообще линейным. Вот. То есть к множеству можно относиться так, будто вот это, это просто такой индекс, и у вас оно равно нулю, если элемент не принадлежит множеству, и s, там, it равно единице, если элемент принадлежит множеству. Разница стоит только в том, что в множестве могут участвовать любые константные объекты. То есть любые объекты питона, которые неизменяемы. Списки в множество складывать нельзя, а множество множество в множество складывать нельзя. А, например, кортежи можно написать вот так. Множество кортежей или множество чего-нибудь, в чем есть кортеж. Вот кортеж, вот там число, вот там, не знаю, ноун, а вот список нельзя. Вот вам, пожалуйста, множество из разнородных элементов. Множество поддерживает методы всякие такие. Множество поддерживает не только не только вот такие операции над ним, но и метод, скажем, symmetric difference, и superset, и subset, то есть принадлежание и так дальше. Множество поддерживает операции in, если не ошибаюсь. Сейчас я закончу. false. Не поддерживает. А вот is superset поддерживает, да, то есть t.is superset от вот этой фигни должно сработать. а вот так работает. Ну, в общем, понятно. Поскольку время уже вышло, осталась одна минута, о чем, собственно, нам тут заявили, я дальше распространяться не буду. Мне кажется, что всем, кто проходил диск.ру и потом прочитал документацию по питону, будет абсолютно все кристально ясно с множествами, за исключением, быть может, вот этой волшебной штуки, что проверка наличия элементов в множестве имеет логарифмическую или даже константную сложность, а вовсе не льейна. Вот. Ну и, соответственно, домашнее задание, тогда будет и на множество тоже. Огромное спасибо человеку, который мне напомнил, тем людям, которые мне напомнили про множество, я действительно их пропинал. Отлично, мы уложились в нашу лекцию. Вопросы. Замыкание чего? Множество? Сейчас. А замыкание множества как такового это просто дополнение до полного множества. Так что есть. Я не знаю, надо посмотреть. Хорошо, если других вопросов нет, то, значит, в следующий раз мы все-таки разговариваем про итераторы, вот, что-то мы медленно идем, ну, хотя, ладно, бог с ним. Домашнее задание, как обычно, я буду сильно тормозить, прошу прощения, как практика показывает, что выдумывание задачи у меня занимает один-два дня минимум. Но, как вы могли заметить, я продлеваю срок сдачи. Не покупайтесь на это. Пожалуйста, кто ходит на семинары, делайте домашние задания до семинаров, а кто ходит только на лекции, делайте домашние задания до лекции. Потому что я буду часто на лекции пользоваться тем материалом, который был в домашних заданиях, который вы как бы освоили уже. Ладно. Все. Есть вопросов нет? Всем спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok